Вот уже и не за горами новогодние праздники, ну а главных символ, конечно же, елка. Многие предпочитают наряжать не искусственную, а натуральную. Кстати, всем известной песней в лесу родилась елочка уже более 100 лет, и все же живая ель лучше срубленной под корешок. Вырастить ее не так уж и просто, нужно 7-8 лет. И, конечно, тут потребуется немало терпения. Для новогодних ярмарок высаживают специальные плантации елей. Собирают шишки, отправляют их сушить, достают семена и только потом высеивают. Большинство нами опрошенных рязанцев считает, что нужно беречь природу и не рубить елки на Новый год. Мы природу оберегаем. И потом я в детстве в деревне вырос, мы там всегда натурально, надо быстро осыпаться. Так что мы за природу. Осыпается раз, и зачем портить елку? Нет, только искусственную. Я вообще-то в лесу вырос, и мне всегда поражает вот это, сколько выкидываем. Ай, в России, как хорошо. За ними какой уход нужен? Мне всегда... Мы в лесу выросли, даже елка у нас обычно была в клубе, в школе. А так, чтобы в каждой квартире елку наряжать, мы не наряжали. Тогда в то время не было искусственных елок. Сейчас искусственные, да. Но мне жалко их. Ну а для того, чтобы ели не вырубали, сотрудники полиции проводят в Рязанских лесах специальные рейды. В преддверии новогодних праздников под топор злоумышленников могут попасть даже маленькие елочки. Полицейские принимают повышенные меры предосторожности, патрулируют леса и проверяют выезжающие из лесных массивов транспорт. За незаконную вырубку предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. А вот вырастить ели – это немалый труд, но зато живут они 300-400 лет. Так что вовсе не обязательно рубить ель. Пусть зеленая красавица радует не только вас, но и окружающих длительное время. С наступающими праздниками вас! Ольга Харламова, Алексей Аленкин, телекомпания «Город».